Андрей ничем не отличается от обычного мальчика в 4 года. Но почти с рождения ему приходится носить инсулиновую помпу. Таких детей с диабетом только в крае почти 800. В начале года родители узнали, что по закону о госзакупках всех диабетиков переводят с импортного инсулина на отечественный аналог, который даже не прошел все клинические испытания. Я должен ребенку ставить инсулин, неапробированный на детях. Пробовать на нем ставить и записывать по бочке. Так, у него там что-то с глазами. Записываю по бочку, побегу в Минздрав, расскажу им. И они такие ждут, так, ну и что. А знаете, я что боюсь представить, когда пойдет производитель инсулиновых помп на рынок российских. Ну это, наверное, какой-то рюкзачок надо будет ему сюда вешать на это. И там какие-то шланги будут. Все хотят, чтобы детям было лучше. Вторая точка – никто не имеет права нарушать закон. А это круглый стол, куда Вадима не пустили. Специалисты Минздрава хотят успокоить родителей. Иностранные и отечественные препараты идентичны. Но родители не понимают, почему на их детях хотят ставить эксперименты и не дают выбора. Да, проводились исследования на биоэквивалентность. Они делались на здоровых добровольцах. То есть они не исследовались непосредственно на пациентах с сахарным диабетом. И как отреагирует иммунная система у больного человека – неизвестно. Реакция может быть непредсказуемой. Гипогликемия, кома и даже летальный исход. Здесь вопрос стоит не в том, что мы против вас. Мы пытаемся понять, как сделать так, чтобы этот инсулин можно было закупать. В итоге специалисты заверили. Если у ребенка выявят побочки от отечественного инсулина, ему якобы индивидуально закупят импортный препарат. Но родители уже не верят никаким обещаниям, поэтому 2 марта они выйдут на митинг к зданию Краевого Минздрава. Кстати, там будет и Вадим, и у него тоже очень много вопросов. Например, почему чиновники Минздрава предпочитают ездить на импортных автомобилях, а детям-диабетикам рекомендуют отечественный инсулин? Почему они не покупают русские отечественные машины? По этому же федеральному закону номер 44. Автомобиль, Ford, Escort. А почему не Лада, Калина?